Областной кардиодиспансер после возвращения к плановой работе столкнулся с наплывом пациентов. Врачи принимают больных из города и области по предварительной записи. О том, как работают медики в условиях четвертой волны коронавируса, расскажет Екатерина Радаева. Когда это был ковидный госпиталь, здесь установили эту перегородку. Она расселяла коридор на зеленую и красную зону. С этой стороны врачи шли прямо в это отделение. Здесь они в буквальном смысле практически жили полгода. Долгое время кардиодиспансер был перепрофилирован под ковидный госпиталь. Красная зона располагалась на пяти этажах. С конца августа он работает в штатном режиме. Сейчас на входе в здание измеряют температуру и сатурацию, а в случае необходимости могут сразу сделать вентген. Как только мы снова вернулись в работу с кардиологическими пациентами, у нас был просто вал больных, у нас была огромная нагрузка на операционную. Мы работали, как говорится, в поте лица, потому что пациентов нуждающихся очень много. Эти операции абсолютно необходимы. Пациенты идут в регистратуру практически каждые три минуты. Сейчас, когда им нужна плановая медицинская помощь, приходится ответить на ряд вопросов о вакцинации или перенесении болезни COVID-19. А если пациент не болел и не привит, то перед тем, как начать лечение, он должен сдать ПЦР-тест. Я в январе переболела, а потом я сделала прививку. И всё. Не боитесь заболеть COVID-19? Нет. Пока не боюсь. Сейчас кардиодиспансер работает в полную силу. Врачи принимают пациентов из города и Новосибирской области по предварительной записи. Ну а если у пациента есть признаки заболевания, то его сразу перенаправляют в профильный стационар. Это та самая ситуация, которая будет, видимо, отрабатываться по стране. Когда идёт больше, чем 2-3 волны, значит, надо чётко понимать, куда мы ведём инфекционные потоки и каким образом мы сохраняем специализированную помощь. Останавливать работу кардиодиспансера во время четвёртой волны не планируют. Здесь наблюдаются люди, которые нуждаются в постоянном лечении. Для нас в любом случае важно сохранить плановую медицинскую помощь и в первую очередь оказание помощи кардиологической группе пациентов, потому что это одна из рисковых групп. Сейчас кардиодиспансер вернулся к работе до ковидного времени. Кроме того, в нём идёт ремонт и дооснащение новым крупным оборудованием, которое смогут применить в работе уже в скором будущем. Екатерина Радаева, Сергей Жданов, Новости ОТС.